Много мыслей напрашивается, но это будет другой разбор, другая тема разбора. Ну, возьмем даже вот такой момент. Слово Христово пусть вселяется в вас обильно, обильно, слово обильно. То есть, обильно это как вопрос? Пусть оно вселяется в нас обильно. Бывает дождик так, дождь передают, да, там 15 капель упало, и кто-то больше на соседским этим травой. И все, ну и вот это дождь, ну что за дождь, а бывает так, обильно, так как пойдет, вот что, ну, напоит всех, еще остается. Так, Слово Христово должно вселяться в нас обильно, так вы знаете, в множестве, таким потоком, ни капельками, ни где-то там. Вот, как вы считаете, раз в воскресенье услышать Слово Божье, это уже обильно или это еще не обильно? Нет, нет. Я с вами согласен, мне не обильно. Это очень слабенько, это очень слабенько, это питание, ну, очень слабое, для того, чтобы духовный наш организм жил и функционировал. А Слово должно вселяться в нас обильно. Ну и сегодня мы имеем этот вечер, чтобы дать возможность Слову Божьему вселяться в нас. Чем больше в нашем сердце будет Слово Божье, тем меньше в нашем сердце будет вместо всему остальному, чему там не надо быть. Будем рассуждать? Будем. Давайте рассмотрим. Наш следующий стих по очереди, который в нашей шестой главе послания Галатам апостола Павла, он так звучит, это третий стих. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Для того, что кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Вот об этом стихе потихоньку, ступенечка за ступенечкой, мы с вами должны порассуждать, что здесь говорит апостол Павел. Кто почитает себя чем-нибудь? If anyone thinks himself to be something. I am something, да? Or someone. Санба, ты знаешь, кто такой я? Я бы хотел немножко остановиться на слове «почитает». Видите ли, да-да-да, вот с переводом английским я уже не знаю, какое правильное слово будет английское для вот этого слова почитать, но то, что я имею ввиду в русском здесь тексте, ну, тут вот здесь я на чем остановиться. Я не знаю, будет ли оно так в английском тоже звучать. So, I don't know if it sounds the same in English as it does in Russian, but in English, you know, in Russian, почитаю. The word почитаю means more of like почтение, it can mean like honor. Да-да, вот этот смысл мне нужен. Вот я вот это и беру с этого места. Кто почитает, почитает. If someone here it says in English thinks, but in Russian the word is more of, you know, the, we'll say honor. We'll say if anybody thinks highly of themselves. Ну, в нашей Библии русского текста слово почитать, почитать, почити, почтение, почитать, оно очень часто вспоминается, употребляется. So, the word is, we run into this word often in the Russian translation, to thinker, or to honor. И я хотел бы обратить внимание к Москве. Yeah, in the Russian language, they're using the word honor, почитай отца и мать, honor your mother and father. So, honor. Да, да, почитать, почтение. So, I guess in Russian it's basically saying, if anyone honors themselves as if they're something. Да, так, наверное, лучше, да. That's, I think, a more. Что нам говорит Библия о почтении? Кого мы должны почитать? So, what does the Bible tell us about honor? Who must we honor? Номер один, номер два, номер три, давайте по очереди. Самый первого, самого главного начните. Кого мы должны почитать? Кого мы должны с вами почитать? Бога. We must honor God first and foremost. Что такое почитать, на минуточку? Почитать, оказывать честь, почтение. Кто-то когда-то в Старом Завете, там был такой человек, мы его даже знаем, как звали, он говорил, почти меня предстарейшина. So, there's a person that we know, read about in the Old Testament, and he says, honor me before the elders. Дай мне почет, престарейшина. And so he says, give me honor before the elders. Можно опустить человека предстарейшинами, а можно его поднять, почтить. Ну, и Саул хотел, чтобы его почтили. And you can dishonor a person before the elders, or you can honor them. And Saul wanted to be honored. Мы говорим о том, что апостол сказал, кто почитает себя чем-то, будучи ничто, тот обращает сам себя. Так написано. And we're talking about the апостол when he said, you know, he who considers himself or honors himself as if there's someone, there's nothing. Ага, значит, номер один. Мы почитаем кого? So, number one. We honor who? Бога. Бога. God. Yes and amen. Мы почитаем Бога. We honor God. Это самый главный, кому прежде всего направляется все наше почтение. That is the most, we'll say, important individual to whom all of our honor is concentrated. Наше самое великое почтение. Я не могу почитать тебя выше, чем я почитаю его. Я даже не могу почитать папу-маму выше, чем я почитаю его. I can't even honor my mother and mother and father more than I honor him. Я даже сам себя не могу почитать выше, чем я почитаю его. Вы поймете, о чем мы говорим? Кто почитает себя, здесь апостолы. And here the apostle is saying, and I'm translating, that whoever honors himself as if there's somebody. Номер один. Так написано в псалмах, и мне кажется, это даже написано во втором псалме и двенадцатом стихе. Почтите сына. С большой буквы сына. Чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре, блажение все уповающее на него. It says, honor the sun, lest he be angry and you perish from the way, when his wrath is kindled, but kindled in but a little time. Blessed are all who put their trust in him. Yes, пророчески, Давид уже в то далекое время говорил о сыне, о неком сыне с большой буквы. And David is talking about some son from that time, from a capital letter. Он с большой буквы. То, что там было, что не было, это меня не цикавит. Вин с большой буквы. И все сказали, амин. Это к кому эти якоми, яки или яки, ну, исты, писали бог с маленькой буквы. Потом поправили. Потом поправили. Потом поправили. Так вот. Почти все это еще. Да, ну тогда, там так и было. Почтите сына. Кажется, в Малахе, да, там говорил Господь, если я отец, то где? Вы помните, что там через Малахе Бога говорил? Если я отец, то где? Ну-ну. Находим, читаем. Малахе, кстати, это Новый Завет или Старый? Чего? Какой? Прекинти. Правильно, это Старый Завет. Конец Старого Завета. Ну, в шестом стихе, первый главен говорит, сын чтит отца и раб Господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Почтите сына. Где почтение ко мне, если я отец? Запомним раз и навсегда. Самое великое наше почтение это к Богу, Господу Иисусу Христу. Слава Ему! Аллилуйя! Да будет имя Бога нашего благословено в нашей жизни. Почтите сына. А если вы не почтите сына, он прогневается. И вы погибнете в дороге. А нам этого не надо. Нам надо не погибнуть в дороге, нам надо пройти и дойти до нашей цели. Почтите сына. Так, сына надо чтить только устами или еще как-то можно почтить? Семь и сестру. Семь и сестру. И делами в том числе. И делами в том числе. И всей нашей жизнью. И устами. Плодус тоже в том числе. Номер два. Кого по Писанию нам надо почитать? Кого мы должны поздравить, according to scripture? Ну, мы уже понятно. Мы уже с неба перешли на землю сейчас. Потому что о небе мы сказали, там Господь Иисус. А уже вот земля, значит, люди. Уже горизонтальные наши отношения. Кого бы вы поставили на второе место? Что в вашем сердце? Отца и мать. Так написано. Почитай отца и матерь твою. И будет тебе благо. И запись с обетованием. И будет еще что? И будешь... Долголетие на земле. Неужели мы только что открыли секрет долголетия? Конечно же нет. Этот секрет открыт давным-давно. Но это же правда. Это большая правда. Как вы думаете, если бы у одного красавца, такого кудрявого, с красивой прической, по имени Овеса Лом... Там был просто Овеса, а это был еще и Лом. Овеса Лом. Как вы думаете, он бы немножко больше прожил бы на земле, если бы у него отношение к отцу Давиду было другим? Вы думаете, Абсалом бы больше прожил бы на земле, если бы он был другим отношением и другим уважением к отцу Давиду? Конечно, конечно, конечно же. Конечно же. Его жизнь обрывалась по той причине, что он восстал против своего отца и наделал очень много глупостей. А хотя ему не было 16 лет, это был уже достаточно зрелый человек. Не пацан был с рогатой. Но было то, что было, и мы сегодня читаем как пример. Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Интересная заметка. Вот это заповедь, вот это правило, этот принцип. Он работает только на крестцах, а на верующих людей, или он работает вообще на земле? И так вот эта правила, может она работает только в жизни гражданин или всем? Пожалуйста, вам заповедь мне. Как-как? Да, да, заповедь для всех. То есть, если человек, например, даже не из пятидесятников, из баптистов и так далее, то есть, если она считает родителям, то на ней распространяется эта обетница. Есть какие-то отношения к этому делу? Есть какие-то отношения к этому делу? Есть какие-то отношения к этому делу? Я слежал, что на Кавказе долго живут. А Кавказе-то где? Это Аштамо. Там вы почитаете родители, очень почитаете, даже хоть что-то не верующие. Да? Но они даже, не то что не верующие, не даже... Да, я правильно. В ту сторону? Да. Но как вы думаете, если у них, в их культуре, это очень высоко стоит, это вопрос почтения старших людей? Может ли это иметь какую-то связь? Нет, мы сейчас конкретно ничего никаких там не выводим, таких уже, я не знаю, там, научных выводов, но просто рассуждаем. Я думаю, что может. Ага, значит, мы сказали, что номер два почтения наше, кого мы должны почитать, это отца и мать. И номер два, the next, you know, individuals that we honor are our father and mother. Дальше, дальше, дальше. Не нужно? Рой is fine. Рай? Роор him? Роор Харот. филиппийцам 2.3 если бы мы прочитали филиппийцам 2.3 если бы мы прочитали то мы бы там с вами что-то увидели бы на эту тему тоже кто-то нашел чтобы уже прочитать мы говорим о почтении кого мы должны почитать Бога 1 Папа Мама 2 и филиппийцам 2.3 нашел? читайте громко так со властью читать ничего не делайте по любопению и по счастливу но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя почитайте один другого да еще и высшим себя а вот если я например ниже ростом чем заставский он все равно меня должен почитать высшим себя я не знаю что там привел я спрашивал что должен ты почитать меня высшим себя написано друг друга написано друг друга петра 2.17 то мы бы что там прочитали о я уже даже по-английски вижу как красиво написано здесь мощно powerful первое петра петра 2.17 первое петра 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 я вижу что здесь я вижу что там читайте читайте петра ой то есть sorry брат петра будь ласка читайте Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царат чтите. Вы заметили, что тут нам два ответа есть в этом стихе, на наш вопрос, на что почитание. Чтать, то вот чтить. Всех почитайте. Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, почитайте и чтите. Ну, мы сейчас где-то здесь, в этой теме. Значит, хорошо. Царя шануйте. Царя поважать. Ну, это близко по смыслу? Шануйте всех, здравствуй, любите Бога, битесь, царя, поважайте. Поважайте. Поважайте, шануйте, чтите, почитайте. Ага, вот как чудесно мы разобрались, что чтить или почитать надо. Еще, кроме родителей, царям. Как это перевести в наше сегодняшнее время, в котором мы живем. Чтить царя, что это значит сегодня для меня, для вас? То есть, чтить царя, что это значит для нас? Мы чтить царя Элизабет? Попе. Попе? Владу, власть. А власть, да, царя, как мы? Уважать присягу. Уважать высшестоящих властей. Власти страны. Написано, честь. Значит, мы должны почитать власти, это большая правда. Но какую мы здесь должны сделать оговорку? Почитать мы их должны почитать. Почитали апостол Петр и Иоанн, высшестоящих властей. Почитали ли они? Почитали, если это не против Бога. Речь ломка. Да. Они же так и сказали. Сами посудите сами. Кого нам больше слушать? Вас или Бога? И они сказали, что правительственники, judge yourselves. Кого мы должны почитать? Вы или Бога? Мы воспочитаем. Кому честь, честь. Но если стоит такая дилемма и конфликт между почтением Бога и почтением царя, если эти два почтения входят в конфликт между собой, если я почту тебя, царь, таким образом, что останется мой Бог непочтен, а наоборот, то я на это не пойду. Я не могу. Как это по-русски сказать? Знеславы ты на украинской мове имя Божие, чтобы воздать честь тебе царь и господин, батюшка и так дальше. Ты хорошо перевел, видишь, Знеславы ты. А по-русски мы так и не знаем, как это называется слово. Дисонор. Ну, не почтить. Обеславить. Дисонор. Ну так. Дисреспект. Это тоже подвиска. А? Ну так. Да, как-то так. То есть здесь мы это все дело имеем на своих местах. Но все-таки царя чтите. Я царь тебя чту, но Бога боюсь. И всех почитайте. Все должны почитать. Это так учит Слово Божье. А наш стих, над которым мы сегодня рассуждаем, он говорит так. Ибо кто почитает себя чем-нибудь? И наш стих говорит, Если кто-то считает себя, или учитывает себя, как-то что-то. Я имею интересную думку. Есть случаи, когда люди, скажем, должны учитывать своих родителей, и так далее. Но иногда you maybe have a different, you know, you disagree. Или maybe somebody doesn't understand something. and there are times when maybe God is telling you do something but somebody else is saying something opposite, and inside you don't feel that that's your calling or something like that and sometimes you do your own thing but you still honor whoever it is a Priecher, a Brother, a Mother, a Father a Brother or Sister Did you have a time in your life where где Господь сказал тебе что-то, но может быть у твоего рода, брата, партия, пациент, пастор, или доктор, и ты думал, что это то, что в моем сердце. Ну, всякое бывало. С доктором бывало, да? Жинка. Давай, ты согрей. Я не с Жинкой его не сон, поем. Да. Если есть моменты в жизни, когда ты имеешь в виду, это важно, чтобы продолжить показать увлажнение к кому-то, но если у тебя есть свои собственные увлажнения, или если, например, ты, может быть, married, и ты не будешь с твоим родителем, и твои родители говорят, что это то, то это важно, чтобы однажды, но если вы решили, то это важно, чтобы дать увлажнение, но если вы решили, то это важно, В таких отдельно взятых случаях уже надо плюс честь, значит, к чести или по чтению еще добавлять уже мудрость, как правильно выйти из такой ситуации. Да, если смотреть на Писание, там же написано, что блаженство, если надо, там, превыше иди к Бога, семьи и то и другое, а в другом месте, вводит тот, кто поставил семью, тот уже неверно никак не заботится. А своих домашних, тот уже неверно. Да. Верно неверно. Если кто делает что-то для Бога и оставил семью, если там тебе говорит кто-то в семье, что не делай этого, лучше остаться дома, а там или там что-то плохое, ты видишь. Так же, как царя почитать, если он идет в разрез с Богом, то что же делать? Ну, бачишь, апостолы лишили свои семьи и пошли за Христом. Чего? Бо Христос. Иди за мной. Кто тут имеет первый приоритет? Бог, так? Так. А теперь семья. Тебе же Христос не кликал, а ты уже побег где-то. Я не знаю? Да. 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 О, сегодня. Побег туда, куда тебя Ухчань не посылал. Да. Ага. Кто почитает себя? Ну, так этот стих, в общем, мы смотрим, в каком находится теме этот стих, о чем он говорит. Против такого самопревозношения. Кто почитает себя чем-то. Вот человек сам у себя на уме, и вот он знает, что он кто-то. Имеет в себе цену. Ну, в зависимости. В зависимости. Тут не так просто сразу сказать да или нет. Тут, здесь нам надо и разобраться. О чем близко ходишь? Да, можно сказать, да нет. О чем близко ходишь? Да. Ну, стоишь-то. Видишь? Но если написано, when he is nothing. Yes. Кто почитает себя чем-то, будучи ничто. When somebody considers himself to be something, when he is nothing. Ну, так написано очень, очень интересно, очень промолинейно. Будучи ничто. And it's very direct here, when he is nothing. Человек думает, считает, почитает себя. So a person thinks and considers and honors themselves. Имеет какую-то такую явно завышенную самооценку. Да. Оно не отвечает, не соответствует действительности. Но не так. Апостол говорит, будучи ничто. But the reality does not match up, because it says when he is nothing. So interesting moment. Is it right, brothers and sisters? You? Давай начнем с этого рада. Ты ничто. Ты ничто. Ты ничто. Ты ничто. Я ничто. Ты ничто. Ты ничто не можешь быть. Потому что я ничто. Нет. You can't be nothing if I'm nothing. Для меня я должен быть ничто. А остальные просто. Правильно? Но если почитать друг друга выше себя. То же ничто не может быть. То же ничто не может быть. Правильно? Ничто. Значит тут идет речь о обольщенном человеке. Человек, который сам себя обольщает. Да. Тут можно так как бы коротко сказать. Тут человек надумал. Но есть такие. Вы вспомните о своей жизни. Где-то кого-то встречали. Возом... О! Русское слово. Возомнило себе. Что он. Ну кем он там себе возомнил уже. Он сам знает. И так он себя и ведет. Так он действует. И он вот так вот меня воспринимает. Ибо я вот что-то. Что? А там с какой стороны на него не приглянься. И в окулярах. И без них. И через лупу. Ну нема там такого. Ну где он такое взял о себе? Школу только не окончил. И пошло и поехало. Вырос на колхозе. Хотя это неплохо. Это очень хорошо. Что вы знали. А колхоз по-ниски это как? Это из высшей арифметики оно не переводится. Коллективное хозяйство. Коллективное хозяйство, да. Коллективное хозяйство. Но зато где-то там выбился. Галстука уже поцепил. И он уже папку под руки и уже. Вышел в люди. Вышел, да. С колхоза сбежал и вышел в люди. Ну и так оно анекдотически выглядит. Иногда можно полыбаться над такими людьми. Но меня вот это интересует. Будучи ничто. Вот действительно ничто. Есть слово ничто. Ничтожество даже с этого вот выходит. Но я хочу перейти на то, что это говорит. Когда он не знает. Или не знает. Ничто, мы говорим о башне. Это просто тратие. С кем-то, как по-богу. В русском переводе. Но почитал все, то все, то он за... Ччеттою, да. За ничто. За смяте. Как сказать, что наука, что там гроши, и остальные. Да. Высто, да. Он считал это. Люди, которые думают. Я имею в виду. да 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 я бы сделал да 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 Здесь говорится, что кто почитает себя чем-нибудь, почитает себя, вопрос таки навязывается перед кем, почитает себя, прежде всего это его само мнение, само его личное, Ну и вполне возможно, что он так себя и пытается перед обществом представлять в таком положении. То есть меня такой, братья и сестры, интересует вопрос, правильно ли будет, если мы вот так будем такой типа держаться, такого понятия, что я ничто. Я ничто, я никто, зовут меня никак, ну а если хотите как-то назвать, то я прах и пепел, праховчук, прах пеплович. То есть вы хотите сказать, что вот такое, как я сейчас нарисовал, такое положение, такое мнение, тоже неправильное, вот это ничто. Ну а если взять вообще от начала, взять этот вопрос проследить, от начала. От начала, Бог создал меня по образу своему, по подобию своему. О, это уже что-то? Это уже много? Это уже много. И если Бог создал меня и назвал меня своим дитем. Да. И унизительно человеку называть себя пра-пра-пра-пра, каким-то там от... Тешево, что бананы едят там. Это самоунижение страшное такое. И... Да. Значит, по образу, по подобию Божьему мы созданы, это раз. Да, мы упали в Адаме. Человек падшее существо. Да. Но Бог не выбросил человечество на сфалку, как ничто, как ненужное. Но Бог не выбросил человечество на сфалку, как ненужное. Послал Сына Своего Денародного. Он отправил Сына Своего Денародного. Так что не проходит такая позиция, понимание, что... Ну я вот такое совсем уже ничтожество и в общем... Я вам хочу прочитать сейчас одно место об одном человеке и порассуждать здесь по поводу одного такого интересного вопроса. Это Неемия. Неемия. Шестая глава. Чаптор 6. 10 и 11. 10 и 11. Пришел я в дом Шимаи, сына Дилаии, сына Мегетавелова, и он заперся и сказал, Пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собою двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. Да, и придут убить тебя ночью. Но я сказал, говорит Неемия, может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Не ем я. Чего ты так разъякался здесь? Неемия, и да, ее буковка любимая Я. Ну, у вас интереснее алфавит. У нас это в конце, а у вас это где? Да, значит, смотри, что получается. Когда начинает звучать сильно вот это Я, 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 то оно нам уже сразу настораживает. Как-то гордость. А Неемия здесь вот так вот чуть-чуть как бы якает. Ну, ему предлагают там какое-то там спасение и так дальше, там что-то ему нарисовали. Историю. А он говорит, может ли такой человек, как я, бежать? Вот мнение о себе такого высокого. Да что-то такой человек, как и я. Может ли бежать? Ну, такой немножко. И знаете, что лично я в этом вижу? Тоже так прозвучало лично Я. Что мы видим здесь с братом? Он еще не видит, но шанс он увидит. Есть гордость. И эта штука со знаком минус. Она черная. А есть еще такое понятие, как... как честь. Христианская честь. Помните, я искала фраза девичья честь. Человеческая честь. И мне кажется, что это не надо называть гордостью, если оно все правильно. Что мне кажется, здесь было с Неемией, это то, что он говорил. Мне. Мне. Вот такому человеку, как я. А мы... А мы сегодня скажем, что мне, как христианину. Мы все носим это имя, христианин. И мне, как христианину, многие вещи не к лицу. Если хотите, это... Или, так скажем, многие вещи ниже нашего христианского достоинства. Что за слово такое достоинство? Да! Такое слово. Достоинство. Мы дети Божьи. Образ подобия Божьи. А мы – это икровь Иисуса. Крещены Святым Духом. Наше тело – это храм Святого Духа. Наши имена – книги жизни. Мы – соль и свет земли. Мы – представители Божьи на земле. О! И есть вещи, которые нам, с нашим таким положением, данным нам от Бога, есть вещи, которые ниже нашего достоинства. И то, что здесь Немия, вот как у него здесь это все происходило, я вот это здесь вижу. Не гордость, но человек знал, кто он, и ему было... Это было ниже его достоинства. Так, извините за выражение, поджать хвост и убежать. И вот здесь, это, как Немия говорит о себе, это было ниже, это было ниже, ниже для него, чтобы поднимать его тело между ног и убежать. Это между людьми. А там дальше, в 11-м стихе, как я понимаю, он делает себя ниже перед Богом, перед храмом, правильно? Может ли такой, как я, выйти в храм, чтобы остаться живым? Он, получается, ниже храма, чтобы идти в храм? Может быть. Он не считает себя священником, чтобы быть там в храме? Бог выше, храм Божий выше, его самого, чтобы остаться живым. Может такое? Может. То есть, мы говорим об этом, ничто, апостол говорит, будучи ничто, почитая себя кем-то, будучи ничто. То есть, это возможно, что он думает о себе что-то, что он не считает. И мне кажется, что человек, который действительно начинает о себе мнить, почитать себя кем-то, вот так вот задирать нос и так дальше, он сам себя опускает на то положение, которое называется ничто. Человек, который сам себя возвышает, будет униженный. Человек, который унижает себя, смиряется пред Богом, будет возвышенный. кто почитает себе кем-нибудь или чем-то, будучи ничто. чем-нибудь. Тот обольщает себя. Как переводится другими словами? обманывает себя. По-украински как? Обманывает. Самый обманывает. Соблажняет. Обольшает как? Соблажняет. Ну, вообще, слово обольщать это льстить самому себе. Обольщать себя, льстить самому себе. Вот так. Низенькое такое дело. Низенькое. Хорошее. Первое, Паралепаминон, 29 глава, это последняя глава книги, первой книги Паралепаминон. То есть, вы уже, я так понял, научились выговаривать слово Паралепаминон, да? First Chronicles, this is the last chapter. Паралепаминон. Паралепаминон. 24 стих. The 24th verse. Тоже слова одного человека. Одного человека слова. Он так говорит. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от тебя все и от руки твоей полученные мы отдали тебе. Это сказал Давид. 24. Второе параллельно. Первое? Первое, 29, 24, да? No? Я могу, я мог неправильно записать. Вы думаете, что я все идеально? Думаете, я никогда не ошибаюсь? Так думали? Так в другой раз не думайте. Значит, 29, 14 стих. 14 стих. Ну, конечно же, 14 стих. Вот я же подчеркнул себе. Я просто неправильно записал. Вот интересно, Давид массу золота, серебра, драгоценности насобирал и пожертвовал на храм Божий. Это собирал материал для храма. Большие сокровища. И он пожертвовал. И заметьте, вот его состояние Давида, как он себя чувствовал. Ибо кто я? Кто я такой, что я мог так жертвовать? Такое вау Это не то, что вы знаете. Когда человек жертвует и много жертвует, очень у него есть искушение как себя чувствовать. Вы знаете, сколько я да, сколько я влашаю. Человеческая натура, она способна вот таким путем идти. А у Давида было не так. Он дал очень много. Он больше всех дал. И при этом, при этом, кто я, что я мог. Он почел это большой для себя привилегией и честью дать Богу на Божье дело. Для меня это честь. Это не то, что выпрашивали, выпрашивали, как там говорили за одного брата. У этого брата есть дар прошения денег. Он как начнет сбор делать, другой начнет, ничего, слава. пешком домой пойдут. Человек, который так много дал, и для него это была честь и привилегия. Вот так. Наверное, правильно. И я думаю, это правильно. Кто я, что я мог так жарковать? Кто я, что мы должны быть способны так же позволяем? Я заработаю, это мое, это что? Я заработаю, это мое. Попробуй что-нибудь сказать такое. А Давид так понимал, да. И Давид понимал так. Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто? Давид, будучи царем и действительно величайшим человеком, и в то время, и сегодня, даже в наше время, это большой человек, Давид, которого знает вся земля. А вот не скажем, что Давид был ничто. Давид был somebody, he was something. Yes. He had a high rank, and even now we consider him a great person. А вот так себя вел. But this is how he behaved and looked at himself. Нравится это Богу или не нравится? and does God appreciate that? Is that pleasing to the Lord? Что они говорят? Нет? Yeah, they're right. They think they're nodding. It's pleasing to the Lord, right? one of them. Yeah. We're all in agreement. so you can see, правильно ли я записал следующее место. Да, правильно. Римлянам 12.3 По данной мне благодати всякому из вас говорю Не думайте о себе более, нежели должно думать Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил Не думайте о себе более, нежели должно Кто почитает себя чем-нибудь Апостол говорит, не думайте о себе больше, чем надо Но думайте о себе как? Скромно По мере веры А если у меня такая мера веры, я упакушу, потому я так я себе думаю У меня такая мера веры, что вы от меня хотите? Что можно сказать в таком случае? Покажите вере вашей Ну, моя мера веры должна быть как-то видимо А если никто ничего не видит, а ты там себе какую-то приписываешь меру веры То не думайте о себе больше, чем надо То не думайте о себе больше, чем надо То есть, чем надо думать о себе больше, чем надо думать То есть, мы можем, если хранится для христианства Дича Божья и скульдами Да До этой хранится Большая и скульдами Нежда Большая и скульдами Знаете, что я за своих кратких сорок лет заметил в жизни? Люди, которые действительно кем-то являются во Христе Кем-то, ну Имеют вес в духовном мире Как помните, говорили там некие личности Савла мы, Павла мы знаем Есть такие личности, которые имеют вес в духовном мире Да Вот, Савла мы, Павла мы знаем А ты кто такой? Они возомнили о себе, что они могут уже там творить дела Знаете, семь сынов с кем? А раз и не тут-то было А Павла, говорит, мы знаем То есть, чтобы вас семь здесь не было, а был только один Павел То была бы другая здесь ситуация Да? Семь сыновей Уберите, дайте одного Павла И вопрос решится по-другому, да? Потому что Павел Он имеет авторитет в духовном мире Его знают и ангелы Божьи Потому что Ангелы тоже с Павлом Общались не раз Когда там корабль плыл и шатался То-то-то То ангел кому пришел? К капитану корабля? К Павлу Сказал, не бойся, Павел Все будет хорошо Так вот Я что хотел сказать Люди, которые действительно имеют вес По моему наблюдению Сколько я таких встречал Которым действительно за честь руку пожать Они простые, скромные и доступные люди И даже я мог к ним подойти и спокойно общаться И общаешься с ним И думаешь, вау Какой простой Как с ним легко Он отпускается на твой уровень Он не считает себя Таким, каким-то там Супер Что ты не достоин Находиться в его присутствии Это всегда простые Такие приятные Доступные люди А на самом деле В духовном мире Это гиганты И это, братья и сестры Красота Божья А тот, кто кому не знает С какой стороны подойти И начинаешь говорить И по неволе голос дрожит И не знаешь Забыл, как его там По отчеству уже И не знаю Существует И не знаю Как их И не знаю Как их И не знаю Поехали И не знаю Что их И не знаю И не знаю Другой вопрос Месяц Подешались на другой вопрос Да То, братья и сестры, все мы же с вами понимаем, что не так оно в глазах Божьих. Кто хочет быть большим из вас, будь слугою. И только вечность святая покажет, кто на земле был великим. А кто на земле был? Ну, просто был, хотя мог носить высокие погоны и быть как неприступная клепость. Пусть Бог нам поможет, братья и сестры. Пусть Бог нам поможет. Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот просто сам себя обольщает. Мало того, что сатана его уже обольщил, то он еще встал на сторону сатаны, да еще сам себя обольщает. Говорит однажды один человек, сотник. Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь дома моего. Не достоин, что ты вошел под кровь дома моего. Я не достоин. Я не достоин. А фарисеи так не думали. Но фарисеи так не думали. И фарисеи говорили, ну, сходи к нему, он достойный. А сам о себе сказал, я не достоин. Кто я, Господи, что я мог так же обольщить? Вот то, что учит нас Господь и Его Святое Слово, как нам надо себя вести, как нам надо жить. Это то, что Бог нам教ает, как мы должны behave и как мы должны жить. Еще что-нибудь скажете, и мы будем молиться на эту тему, что-нибудь. Какая-то есть мысль еще. Хорошо, значит, пусть Бог нам поможет. То, что мы услышали, то, что мы поговорили. Было так в нашей жизни, как Слово Живочное. Помолимся.